Упражнение для чтения по методу доктора Пимслера Урок номер 17 Прочитайте вслух фразу, стоящую в первой строке Вторая строка Третья Четвертая Попробуйте прочесть пятую строчку Обратите внимание на звучание заключительного звука Сейчас прочтите шестую строчку Седьмая строка Вы уже знаете выражение из восьмой строки Прочитайте его Строка номер 9 Десять Одиннадцать Обратите внимание, что звучание финального Остается неизменным Даже если при письме этот звук обозначается иначе Сейчас попробуйте прочитать двенадцатую строку Вот видите, тот же самый звук Прочитайте строку номер 13 Четырнадцать 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 Пятнадцать Обратите внимание, что последние слова в четырнадцатой и пятнадцатой строках звучат практически одинаково. Прочитайте их вместе. Строка шестнадцать. Посмотрите на строку номер семнадцать. Прочитайте ее, повторяя вслед за диктором. Обратите внимание, что звук в середине слова очень похож на заключительные звуки, которые образуются сочетаниями Прочитайте еще раз строку номер семнадцать. Восемнадцать. В следующем слове вы встретите тот же самый звук. Прочтите строку номер девятнадцать. Берн Двадцать 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 один Двадцать два Двадцать два Семнадцатый урок чтения окончен. Двадцать два Двадцать два Семнадцатого урок чтения окончен. Двадцать два